Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я вам покажу, расскажу не очень приятный момент. Да, просьба всем слабонервным не смотреть, тем, кто очень любит порядок тоже, потому что в сегодняшнем видео я вам вкратце расскажу, покажу очень неприятную ситуацию, которая сейчас у меня сложилась в доме. Сначала я думала, что это виноваты растения, ну, я думаю, растения тоже имеют значение, но в большей степени оказалось, что это не растения, а именно непосредственно неправильно недоделанный чердак. И вот сейчас у меня на окнах творится вот такая хрень. Вот, пошел конденсат, и вследствие того, что стоят коробки, плюс ко всему нет потока сюда теплого воздуха, и когда много растений, соответственно, тоже, потому что не идет нормальная циркуляция. Еще плюс листочки падают, потому что колиусы такие товарищи, что они сыпят листочки, ты даже физически не успеваешь за это все смотреть. Вот буквально за пару дней холодов у нас получилась вот такая вот фигня. Обратила внимание на то, что на окнах вот пошла такая испарина. Вот, и на окнах появилось небольшой такой грибок, вот этот черный, что здесь на пластике, он пошел вот сверху сюда на стеклах. И, соответственно, обратив на это внимание, я такая, а что такое, что такое? Сначала первым делом я подумала, что это все виноваты растюхи мои. Все, убираем, убираем, все, мы делаем новый стеллаж. Я уже вам рассказывала, что я в погребе там, решила срочно все переделывать, красить, ставить назад. Не назад, а городить там стеллаж, делать отопление, то есть вносить по максимуму все растения из дома. Но, как оказалось, проблема оказалась более глобальная, так, потому что мы недоутеплили чердак правильно. У нас пошел конденсат на крыше. И, короче, такая вот фигня. Вовремя увидели, просто реально вовремя увидели. Поэтому все-таки, знаете, как опыт, это великое дело, практика. Тоже, вот сейчас я беру в таких вот резиновых перчатках с прокладочкой, здесь такая тряпчаная, хлорку в руки, мыло, хлорка. И обрабатываю все окна, все поверхности, на которых есть грибок, от грибка. Это смесь хлорка, жидкое мыло и воды немного, то есть где-то один к двум. Ну, чуть-чуть меньше можно давать хлорки и мыло. Вот я таким раствором, вот 2 литра воды, допустим, туда стакан хлорки, стакан мыла жидкого. Вот такой вот ядреной смесью обрабатываю все поверхности, на которых появился вот такой грибок. Эта смесь помогает вот это все убрать. И если убрать сам источник появления этой плесни, то есть влаги лишней, добавить сюда воздуха нормально, вот тогда вот получается будет все нормально. Уже проверено это все работает. Но, конечно же, блин, фигня такая. Я, честно говоря, расстроилась, потому что не успевали сделать чердак. Решили, что та, ну пускай он постоит немножко там, доделаем по весне. Потому что очень много работы, очень много растений. Кто еще в курсе, я там в руки лечу свои. И просто физически мы не успевали все это сделать. И, как следствие, вот эта недоделка вылезла нам вот такой вот неприятностью в доме. Вот. Сейчас устраиваем массовое проветривание. Все вычищаю, вымываю. Короче, у кого Новый год, зима. Вот видите, у нас зима на дворе, снег. А у меня окна вот запотели. Еще плюс у нас был такой момент, что у нас с отоплением получился вопрос. У нас прыгала температура, тоже пошел конденсат на окна. И тоже добавила вот это всей фигни, вот это все. Поэтому сейчас просто в срочном порядке я вот это все делаю. Есть у меня еще такой озонатор специальный. Он воздух озонирует. И по инструкции, по тому, как рекомендуют этот прибор, он помогает избавляться от этих спор, от этих грибков, расщепляя воздух. Ну, в общем, как-то там что-то помогает уменьшить концентрацию. Конечно же, в минус 10. У меня сейчас массовое проветривание окон, проветривание дома. Все открыто. Всех выгнала своих гулять, на санках кататься. А сама вот мою окна с хлоркой. Все это вот проветриваю, делаю, навожу порядок. Увы, такое бывает, да, такое случается. Нужно смотреть, мониторить. И самое вот интересное, что это же не первый год, когда я вот выращиваю вот растения с подсветкой, вот в таком количестве на подоконниках. Вот реально в прошлом году, блин, но такого не было. Такого абзаца не было. Потому что у нас был чердак еще в старом состоянии. Мы его сделали. И в этом году, просто когда переделывали, мы недоутеплили. Недоутеплили, пошел конденсат, точка росы вообще на потолке. И вот сейчас все просушиваем. Тоже там придется просто срочно бросать отопление на чердак, перетаскивать, потому что надо это все как-то сушить. Потому что влага лишняя в доме, это не очень хорошо. И когда вот многие говорят, что нужна влажность в доме, и влажность в доме, вот реально влажность в доме повышенная приводит, блин, к плесени, понимаете? Ну, ё-моё. Хотя я не закупориваю окна. У меня окна всегда на проветривании стоят. И еще раз хочу повториться, да, что в прошлом году стояло все точно так же, в таком же количестве. И все было окей. А в этом году, блин, фигня какая-то. Ну, разобрались. Слава Богу, что вот реально в этом моменте хочу сказать, что мы действительно вовремя увидели это все, поняли причину, почему идет вот такое количество грибка. И сейчас разбираемся, решаем причину. Конечно, фигня, что мороз нельзя это все проветрить достаточно. Даже на чердаке открыть окна нельзя, потому что как бы там идет мороз. Это все, ну, в общем, проветриваем, спасаемся. Ну, вот так вот. Жизнь, она такая, понимаете, стабильности нет. Постоянно какое-то движение, какие-то вопросы. Вот колесы у меня тут красивые поподрастали. Вот с этой стороны у меня вот растут стрепсы без подсветки. Тоже вот нужно убирать. Вот. Здесь окно открывается. А то здесь не так страшно. Видите, не так много. Вообще практически нет плесени. Только-только началась. Хотя тоже, вот видите, коробка стоит. И вот такого прям страшного, как на том окне, нету. Вот. Окон у меня много, поэтому сейчас это все вымывается, открывается, выветривается, проветривается. И, короче говоря, буду уменьшать количество растений. Вот. Я вам уже рассказывала, показывала, что у меня делается в погребе. Так что, да, нужно мониторить, мониторить, еще раз мониторить. И просто вот я сейчас реально вот прихожу к выводу, что если есть желание, необходимость заниматься растениями, то именно в большом масштабе, в больших объемах это только отдельно стоящее помещение или где-то отдельная вот та комната, которая закрыта и которая открывается только тогда, когда нужно там что-то полить, найти. И она изолирована от общего помещения, где живут люди. Конечно, да, если вот здесь вот у меня будет оставляться, если я оставлю на этом окне колеусы, то я их поставлю на подоконник без коробок, чтобы была вентиляция нормальная, нормальный приток воздуха к вот этому окну. Вот. Но, опять же, хочу повториться, что, возможно, у вас будет все окей, потому что у нас в данном случае виноват чердак, который просто создал избыточную влажность в помещении, где сверху начал давить этот... Ну, грибка там как такового там нет, такого в больших, знаете, как прям офигенных масштабах, он только-только там что-то начинал прорастать, поэтому тоже сейчас химией это все обрабатываем, чтобы остановить это все. Короче, да. И вот делаю вывод, что не всегда недоделанные вещи, это хорошо, и некоторые вещи нужно вот, блин, скажем так, через силу, через немогу, через больные руки нужно остановиться делать, потому что потом добавляется столько проблем, вот я не смогла сделать чердак, думаю, да ладно, так пройдет, блин, реально, очень жалею, что я все-таки не заставилась доделать и как-то не решила этот вопрос там или кого-то нанимать. Но я не люблю людей чужих в доме, для меня это очень сложно, поэтому как бы мне сложно этот момент, вот реально, я просто себя знаю, теперь понимаю, что, блин, да, надо было все-таки решить вопрос по-другому. Ну что ж, на ошибках учатся, принимаем во внимание свои просчеты и двигаемся дальше. Вот так вот. Вот так вот. Так что, если у вас в помещении, где растут цветы, появляется плесень, нужно обязательно смотреть, почему, где и как. Не всегда сами цветы виноваты в этом. Нужно анализировать или недостаточно вентиляции, или где-то в другом месте есть очаг появления вот этих грибков, и нужно просто смотреть, высматривать и, как бы, знаете, ориентироваться по своей, по вашей ситуации. Вот так вот. Ну что ж, ребятушки, показываю вам будни, будни, что ж делать будни. Решила вести свой канал в таком ключе, показывать не только все красивое, но и иногда какие бывают косяки, махи, промахи. Может, вы тоже сталкивались с такой ситуацией, вот с таким вот делом, как вы справлялись. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вот как вы решаете эти вопросы, и есть ли, может быть, у вас отдельное помещение для цветов, тоже интересно. Потому что я реально, вот конкретно задумалась над тем, что, блин, реально нужен просто отдельное здание с отдельным потоплением, с отдельным всем, чтобы вот это все, вот это все, вся вот эта красота росла там, и ты туда ходил, как на работу, и приходил домой, как сработает. Ну, типа так. Вот. Как у наших любимых селекционеров, у них, как правило, у большинства есть отдельное помещение для выращивания своих растений. Вот так вот. Пора бы переходить на новый уровень и заниматься, именно подумывать о том, как решить этот вопрос более глобально, а не так, как сейчас локально, что я вот мою-мою, проветриваю, куда-то переставляю и так далее. Хорошего вам дня, прекрасного настроения, подписывайтесь на два моих канала, еще и на третий, где я рассказываю о том, как вести свой YouTube-канал, как продавать картины, хендбейс за границу и попытаться на этом зарабатывать. Также у меня два фиалочных канала о цветах, это Юля, фиалки у Юлии и источные дела. Поэтому буду рада вас видеть в комментариях, поддержите, пожалуйста, меня лайком. До новых встреч, пока-пока!